На открытой воркаут-площадке в парке ЖНС собрались профессионалы, любители и все те, кто любит спорт. В командных и одиночных разрядах среди ста человек выявляют сильнейших воркаутеров области. Основной упор организаторы сделали на школьников и студентов. В чемпионате участвует больше 20 школ области, по 4 человека в команде. Юным спортсменам необходимо выполнить упражнения по нескольким дисциплинам. Это подтягивания, отжимания на брусьях и от пола и упражнения на пресс. Такими соревнованиями организаторы планируют привлечь больше молодежи к активному образу жизни. Чтобы объединить нашу молодежь, во-первых, они чтобы находили новых друзей. И мы сегодня организовали данную такую патриотическую акцию, чемпионат, именно под названием «Аброй Мендет Ерлик». Стритворкаут, она сейчас широко развивается в нашем городе, также не только в городе, на данный момент сейчас во всех районах и городах тоже широко распространяется данный вид спорта. Радует то, что ребята активно занимаются спортом и для них созданы все условия, есть такие площадки. Стритворкаут, у него есть такие задачи, как военно-патриотическое воспитание и долг, честь и отвага для каждого школьника, для каждого студента, для каждого молодого человека. Это очень важная вещь. На сегодняшний день наша молодежь не такие сильные физически. И такие соревнования способствуют проявлению интереса к физическому развитию, к здоровому образу жизни. На чемпионат приехали участники из Сайрамского, Телькубасского и Мактаральского районов области. Особенностью этих соревнований стало отсутствие зрителей. Все ребята принимают непосредственное участие, иногда преодолевая себя и падая без сил. Не подвело на чемпионате и судейство. В течение всего дня оценивали старания участников представители Казахстанской федерации воркаута. Третье место среди общеобразовательных учреждений области завоевали ученики 12-й школы. Серебро досталось военно-патриотическому клубу номер 76. Победителями чемпионата стали учащиеся школы номер 36. Призовой фонд чемпионата составил 530 тысяч тенге. Мы очень счастливы. В прошлый раз было очень сложно, потому что были сильные соперники, было сильное соперничество. Эти соревнования от прошлых отличаются тем, что сейчас больше людей, больше школ. Вот встретились новых ребят, познакомились. И мы хорошенько потрудились и обогнали на один балл. В этом году движению стрит-воркаут в Южном Казахстане исполняется пять лет. В Шемкенте сегодня действует семь воркаут-площадок, две из которых крытые. Среди студентов.